Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. У жителей Кирпичной праздник открыт новый мост через реку Хирота. Прежний смыло год назад. В Сочи прошли добрые уроки. Всероссийская акция помогла школьникам выбрать, кому и как помогать. В Сочи прошла ярмарка вакансий для инвалидов. В этом году им готовы помочь и с дорогой на работу. Вернулись с медалями. Сочинская команда под Хэквондо ВТФ с успехом выступила на первенстве края. В Сочи планируют открыть прямое авиасообщение с Оманом. Власти курорта прорабатывают вопрос запуска прямого авиасообщения со столицы Иордании. Российская делегация на прошедших недавно переговорах с представителями Министерства туризма Иордании выразила готовность предоставить специальные условия проживания на курорте Красная Поляна, скидки на обслуживание рейсов и проведение маркетинговой кампании. В Сочи регулярно приезжают группы туристов из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля и других государств. Появление нового направления в первую очередь обусловлено интересом граждан Иордании к игорному туризму. Многие из них целенаправленно летают в Турцию и на Кипр ради игры в казино. Сегодня Всемирный день волонтера и сегодня в Сочи завершился Международный форум добровольцев. В его рамках по всей стране прошли добрые уроки. Это всероссийская акция и проект Ассоциации волонтерских центров. Один из таких добрых уроков прошел и в 8-й гимназии. На занятии ребята смогли пообщаться с интересным гостем. Сегодня на добрых уроках по всей стране состоялась премьера фильма «Волонтеры будущего». Это семь ярких историй о жизни молодых волонтеров из разных регионов страны. Это картина о детях и подростках, которые помогают сохранять природу, заботятся о бездомных животных, помогают людям с инвалидностью и разыскивают останки солдат Великой Отечественной. Они, получается, жертвовали своими жизнями ради наших. То есть мы должны тратить свои силы, чтобы поднять их и спокойно отправить в последний путь. Для каждого из героев фильма волонтерство – это образ жизни. Для многих учеников 8-й гимназии теперь тоже. После Олимпиады добровольческое движение в регионе уже объединяет 26 тысяч человек. Этому движению есть место каждый день. И не обязательно такие глобальные событики к Олимпиадам. Буквально каждый день. И наши дети этим занимаются, и в каждой школе это есть. У нас была недавно ярмарка, буквально две недели назад. Мы собрали от всей гимназии 300 тысяч рублей. То есть у нас было выбрано три ребенка, которым мы помогли. Наверное, душа радуется, когда помогаем людям. Потому что если люди не будут помогать друг другу, то о каком мире может идти речь. Фильм «Волонтеры будущего» школьники обсудили с Александром Мясниковым. Он – московский врач. А еще много лет на одном из федеральных каналов ведет программу, которая называется «О самом главном». Это ежедневное шоу о здоровье. А сегодня со школьниками Мясников говорил о неравнодушии. О том, что каждый может и должен стремиться к жизни, наполненной желанием помогать. Они молодые, из них можно лепить сейчас все, что угодно. Если им правильно сказать, правильно зажечь, потому что мы все же внутри нормальные, хорошие люди. Просто это надо побудить, это надо разбудить. И вот если мы сможем это разбудить, а дальше это будет как заразная болезнь. Добро точно так же заразно, как и все остальное. Так что дай Бог их заразить этим. Добром на добрых уроках сегодня заразили в 11 школах Сочи. Там занятия провели известные политики, государственные деятели и спортсмены. А вообще всероссийская акция сегодня объединила больше 10 тысяч школ по всей стране. И возможно, после таких занятий армия волонтеров в России станет еще больше. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Жизненно важный переход восстановлен. Сегодня у жителей улицы Кирпичная в Адлере праздник. Единственный мост, связывающий улицы Кирпичную и Котовского, и самый короткий путь для учеников 53-й школы открыт. Об истории, казалось бы, точечной, но важной для тысяч людей проблемы в материале Татьяны Говорковой. На первый взгляд, эта небольшая речка не представляет опасности. Но ее характер меняется до неузнаваемости во время сильных осадков. Мощки роты в октябре прошлого года увидели жители улицы Кирпичной. Единственная переправа, которая позволяла сократить путь в район Чайсовхоза, была смыта. Неудобства сразу ощутили почти 5000 человек, в том числе и представители Краевой общественной организации «Союз офицеров запаса». Моста не стало. Нам везде отказывали, на всех инстанциях. Говорили, что это невозможно, мост не находится на балансе города. И мы зашли в тупик. Потом какие-то прошли изменения. Вот появилась новая администрация, городская, адлеровская и сочинская, с которыми мы уже начали конкретно решать эти вопросы. Вот так это место выглядело еще в начале октября. Об этой проблеме новый глава города узнал во время планового обхода. Несмотря на то, что мост не стоял на балансе города, Алексей Копайгородский поручил решить эту проблему. Ее устранили в кратчайшие сроки. Меньше месяца ушло на возведение нового и крепкого моста, говорит житель соседнего района Андрей Титов. Мост был гораздо ниже уровня 3 метра. И он был цельнометаллический мост. Люди с ограниченными возможностями не могли пересекать эту реку практически или прибегали к помощи других лиц. Сейчас сделан отдельный пандус, на котором мы стоим, по которому могут проходить мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями по передвижению. Сделано все прекрасно. Возвращению такого удобного перехода обрадовались в первую очередь школьники. Сабрини Микрикян, как и многим другим, приходилось целый год выходить из дома на полчаса раньше, чтобы успеть на занятия. Приходилось вставать раньше. Мы обходили все школьники кругом, чтобы добраться до остановки, вместо того, чтобы 5 минут просто пройти по мосту. Каждый день нам надо было ходить кругом в школу по центровой дороге. Там было очень много машин, и это было очень небезопасно. Говоря о безопасности, стоит отметить, что теперь обильные осадки и разлив реки Хирота жителям улицы Кирпичной больше не страшны. Дома защищены опорной стеной, а новый мост стал выше, шире и надежнее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Верные помощники в самых необходимых делах. Доехать в поликлинику из отдаленного села или на встречу со школьниками ветеранам теперь будет гораздо легче. Сегодня руководителям 58 районных ветеранских организаций со всего региона губернатор вручил ключи от новых автомобилей. Обеспечение машинами – не единственный вопрос пленума краевой организации. Впереди 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И к этой дате на Кубани готовятся особенно. К шагбалму подъезжайте, ждите меня. Застать на месте Людмилу Сароваткину – настоящая удача. Председатель Северского районного совета ветеранов в кабинете бывает редко. Но и сегодня, с утра пораньше, сразу на выезд. Доброе утро. Доброе утро. Анатолий Владимирович, значит, у нас сегодня план такой. Едем в поселок Черноморский. Каждый четный день календаря, как праздник, в эти даты в райсовете ветеранов появляется автомобиль. Собственной машины у организации нет, поэтому транспортом по графику помогает местная администрация. За день на уже раритетной «Волге» могут накатать под 200 километров. К ветеранам и участникам Великой Отечественной войны ездить приходится и в самые отдаленные предгорные поселки. Мы бы каждый день проведывали. То есть, если бы у меня была машина целыми днями, то я бы находила каждый день, мы бы этих ветеранов проведывали. Потому что в этом есть необходимость, потому что каждый день, каждый день вот я сижу, и каждый день, когда мне звонят, представьте, у меня сразу вот такая дрожь, в неврочное время, если звонит, значит, кто-то ушел из ветерана. Если в 2012 году в Северском районе в живых были 482 участника Великой Отечественной войны, то сегодня осталось всего 37. Каждый визит для них – даже незнакомого человека. Большое событие. А вот, смотрите, я здесь за телевизором пришел. А, ну, заходите все, 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 все. Приезжают не только, чтобы поговорить. Если необходимо, ветеранов отвозят в больницы, помогают им по дому. Поэтому в данном случае автомобиль – не роскошь, а жизненная необходимость. Председателю Услабинского районного совета Скоробогатого Владимиру Николаевичу. Ключи от новых автомобилей сегодня советом ветеранов вручил губернатор края. 58 машин своим ходом отправились во все районы Кубани. Много ездить приходится и в школы. В ветеранской организации там частые гости. Живые уроки истории от ее непосредственных свидетелей – одни из самых любимых среди учеников. Сложно представить более достоверную информацию о событиях Великой Отечественной войны. На заседании Пленума Краевого Совета Ветеранов Вениамин Кондратьев особенно обратил внимание на связь поколений. Патриотическое воспитание, работа с молодежью, уроки мужества, уважаемые ветераны – это в том числе и ваша задача. Без вас мы никогда не сможем по-настоящему добиться результата в этой работе. Это наша молодежь, наша с вами молодежь, общая молодежь. Поэтому здесь я еще раз обращаюсь к главу муниципальных образований. Максимальное вовлечение ветеранских организаций в работу с молодежью. Максимальное вовлечение. Это ежедневная работа. Примером того, что современные мальчишки и девчонки неравнодушны к прошлому своей страны, стал проект «Письма с фронта». В четырех томах – записи и личные дневники участников Великой Отечественной войны, которые буквально погружают в те страшные и одновременно героические для нашего народа времена. Автор собрания Татьяна Василевская признается, информацию для последнего издания в основном собирали школьники. Были опубликованы не только письма, но и солдатские фронтовые фотографии похоронки, наградные документы и дневники. Мы, честно говоря, не ожидали даже, что такое количество писем наследники, родные защитников смогли собрать, сперечь, сохранить. Пока молодые ребята охраняют память о своих предках, взрослые не должны забывать о ветеранах, которые живут сейчас. Вениамин Кондратьев просит глав районов и городов внимательно следить за их бытовыми условиями. Со следующего года в Краснодарском крае вводят новую выплату на ремонт и благоустройство жилья. Воспользоваться их смогут не только сами ветераны, а также вдовы и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны. Это лишь самое малое, что можно сейчас для них сделать. Коллеги главы муниципальных образований, у нас еще есть время. Есть. Давайте, пока они живы, всем миром, я уверен, даже никто не откажет. Ни бизнес, да никто. Сделать ремонт, подлатать забор, крышу. Уж точно в помощи ветеранов поддержат все. Сколько у нас этих ветеранов-то осталось. И вдов. Возглавьте просто эту работу. Я уверен, будут одни союзники и сторонники. Вот в этом деле точно будут одни сторонники. Потому что каждый, каждый, от простого до самого великого, всем и обязан этим людям, этому поколению. Небольшой штрих в общую картину памяти. Мемориалы с вечным огнем. Места скорби и доблести, которые есть во всех станицах и городах, иногда вместо гордости навевают чувство забвения. Веремин Кондратьев попросил привести эти территории в порядок, тем более, что следующий год в России объявлен годом памяти и славы. У нас некоторые мемориалы, или посты номер один, по-разному можно и говорить. Где горелки есть, а газ не горит. Ну как это? Я даже удивился. Разве такое может быть? Тут экономия быть, не то, что по определению не может. Какая экономия? На памяти. Придать это память, значит, придать их, ну, коллеги. Я думаю, что, Евгений Вячеславович, надо конкретно нам, мне точнее даже. Вот те муниципальные образования, те, может быть, даже и станица, я даже допускаю отдаленные поселки, где горелки для вечного огня есть, а газ в них не горит. Это просто, ну, недопустимо. Недопустимо и игнорирование исторических фактов в отношении населенных пунктов, которые внесли свой вклад в общую победу Великой Отечественной войне. Кубанским парламентом приняты многие важные нормативные акты и решения, так или иначе, касающиеся деятельности Краевого Совета ветеранов. Среди них закон о почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края. И вы в курсе уже, что два населенных пункта, это город Крымск и Темрюк, удостоены почетного звания город воинской доблести. Помощь ветеранам – это святая обязанность для каждого, кто живет сейчас под мирным небом, обратил внимание губернатор. Не так много в живых осталось свидетелей той Великой Победы, и так мало осталось времени, чтобы успеть сказать им еще раз огромное спасибо. Давайте просто-напросто делать все, чтобы те, кто эту победу, я уже сказал, на самом деле завоевал, ощущали благодарность потомков, благодарность, вот что, простую человеческую благодарность, друзья, не для галочки, не для того, чтобы статистику отчитаться и сказать, что вот, пожалуйста, мы там что-то делаем, да просто человеческую, сыновью благодарность перед этими людьми. Пока у нас еще есть возможность, пока они еще живы. Здоровье, пожалуй, самое дорогое, что можно сейчас пожелать ветеранам. Не случайно в нацпроектах забота о старшем поколении вынесена в отдельную программу. Пожилым людям, как и всем остальным, должна оказываться доступная и высокотехнологичная медицинская помощь. В следующем году на Кубани отремонтируют более 40 больниц и поликлиник. Появится свыше 60 новых офисов врачей общей практики. В первую очередь на селе, чтобы те, кто завоевал победу, знали, они сражались не напрасно. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 6 декабря в Сочи ясна температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем 9, 11 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 15 градусов. В Красной Поляне ясна температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем 8, 10 градусов выше нуля. В Сочи в этом году работу нашли 198 людей с ограниченными возможностями здоровья. Это больше половины из всех сочинцев с инвалидностью, которые обратились в центр занятости. Для тех, кто еще не определился с местом работы, сегодня провели ярмарку вакансии. Свои вакансии сегодня представили 19 предприятий и предложили почти три сотни рабочих мест, на которые может претендовать человек с инвалидностью. Ежегодно у нас устанавливается главой города Сочи квотирование рабочих мест для инвалидов, создаются специальные рабочие места, чтобы наши граждане, конечно, были трудоустроены. Все желающие смогут ознакомиться с базой вакансий как города Сочи, так и Краснодарского края, получить информирование о положении на рынке труда города Сочи, о всех программах, которые проводит центр занятости. Одна из новых программ – сопровождение инвалида. Это значит, что начинающему работнику помогут не только добираться на работу, но и быстрее адаптироваться на новом месте. Людей с инвалидностью готовы взять архивариусом, администратором, диспетчером, делопроизводителем, бухгалтером, инженером и поваром. Сегодня ярмарки вакансий прошли в Центральном и Хостинском районах, накануне в Лазаревском, а в пятницу 6 декабря состоится в Адлере, в районном Доме культуры, с 13 до 15 часов. Со следующего года налоговая будет принимать всю годовую бухгалтерскую отчетность только в электронном виде. Это предусмотрено изменениями в федеральном законе о бухгалтерском учете. Также с 1 января отменена обязанность предоставлять отчетность в Росстат, а вся годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в налоговую только в виде электронного документа через операторов электронного документа оборота. Их перечень размещен на информационных стендах в налоговых инспекциях. В бумажном виде сдавать отчет в следующем году можно будет только субъектам малого предпринимательства, у которых трудится не более 100 человек и доход не превышает 800 млн. рублей. Однако это послабление будет действовать для них только один год. Сочинцы стали чаще обращаться за деньгами в фонд микрофинансирования. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось на 20%. О мерах поддержки, которые сегодня готовы предоставить в Краснодарском крае предпринимателям, шла речь на семинаре в Торгово-промышленной палате Сочи. В 2013 году по решению администрации Краснодарского края был создан фонд микрофинансирования. В этом году впервые край выделил из бюджета фонду миллиард рублей, чтобы оказать поддержку еще большему числу как начинающих, так и действующих предпринимателей. В Краснодарском крае самый крупный фонд в России среди аналогичных организаций. Он выдает деньги бизнесу по 13 программам. Ставки в пределах 3,5-6% годовых. Воспользовавшись займом, предприниматели могут сэкономить на многих других услугах, за которые обычно приходится платить. Не надо платить дополнительных. В отличие от банка, страховка, залога, страхование жизни, комиссия за выдачу займа и у нас бесплатная оценка залога. То есть, та ставка, о которой мы говорим 6%, она является эффективной. Здесь даже не только фонд микрофинансирования, мы говорим в целом о той поддержке, которая есть сейчас в крае для малого и среднего предпринимательства. Выделяются беспрецедентные деньги. Предприниматель может получить в центре поддержки бесплатную финансовую консультацию, составить бизнес-план, сделать маркетинговое исследование, открыть и разработать сайт совершенно бесплатно. У нас получить микрозайм, получить гарантийную поддержку в случае недостатка залога в фонде развития бизнеса. То есть, наша цель всей инфраструктуры его взрастить и дальше он уже пойдет в банк, нарастить его обороты, соответственно, для более большой суммы. Потому что наш сегмент это прям начинающие, маленькие такие вот клиенты, которым интересует сумма до 5 миллионов. Заявки на кредиты краевого фонда микрофинансирования с 1 апреля начали принимать во всех МФЦ края. Срок рассмотрения при этом не увеличивается, а так что предпринимателям придется ехать в головной офис фонда в Краснодар только для подписания документов при положительном ответе. В Сочи услугами фонда микрофинансирования успешно пользуются многие бизнесмены. В этом году количество заявок выросло почти на 20%. В Сочи Донстарт, аллея чемпионов, Тую рядом с Федеральным центром единоборств Югспорт посадились спортсмены Федерации дзюдо России. В этом году Всемирный день дзюдо посвящен спасению планеты и проходит под девизом «Посади дерево». Глобальное изменение климата ставит под угрозу благополучие будущих поколений. Компания «Посади дерево» это проект Международной федерации дзюдо. Он призван обратить внимание каждого из 40-миллионной семьи дзюдо к этой проблеме. Первый шаг это озеленение городов. К акции «Посади дерево» уже присоединились Челябинск, Москва, Краснодар, Новороссийск, Республика Алтай и Ингушетия. 20 центров, единоборств и 10 спортивных комплексов начнут строить на Кубани в следующем году. О создании инфраструктуры для здорового образа жизни говорили на совещании у губернатора. Вениамин Кондратьев остался недоволен текущими темпами возведения площадок. В 17 муниципалитетах уже отстают от графика по строительству центров единоборств. Коллеги, они же нужны, эти центры единоборств, как и спортивные комплексы, нужны, людям нужны. Такое ощущение, что они людям нужны, а коллегам, главам муниципальных образований, они не нужны. Но так же не бывает. Не понимаю, как у нас деньги есть, даже строительство ведется, и отставание сумасшедшее. Готовность 40, 50, 60, 80 процентов это лучший вариант. Абсурд. Абсурд. Нужна своевременность, реагирование на вот такие отставания и на предупреждение отставания, а не сегодняшние объяснения, которые сейчас польются, как я говорю, как плачья Ярославны. Именно жесткое движение вперед, еще раз подчеркиваю, жесткое и конкретное. И если опять-таки кто-то и зам глав муниципальных образований вот так относятся к работе, не должны они оставаться замами глав. А в противном случае это все болтовня, что мы делаем. Вениаминович, есть полностью понимание по тому, какие объекты у нас входят в экспертизу, они уже там находятся. С 2017 года в Краснодарском крае появились 14 малобюджетных спортивных комплексов. Еще 9 залов возводят в нынешнем году. Также в рамках нацпроекта предусмотрено почти полтора миллиарда рублей на плавательный центр в Краснодаре. Однако общая обеспеченность спортобъектами в регионе немногим выше половины. Мы сегодня должны максимально эту спортивную инфраструктуру в муниципальное образование дать, создать условия для занятия спортом. Если уж говорить по-честному, мы всегда говорили о спортивных площадках, о спортивных комплексах пешей доступности. А если посмотрим, то тут не то, что пешей, даже в непешей доступности их не хватает. Здесь в корне меня эта ситуация не устраивает. Почему-то у нас спорт и культура, они как-то вот на крайне всех приоритетов. Ну, не совсем это верно, потому что, еще раз подчеркиваю, как ни странно, и спорт, и дома культуры, они максимально востребованными. Остаются до сих пор. Давайте посмотрим в цифрах и в конкретике, опять-таки, почему нам не удается, исходя из того, что программы принимаем, наполняемость там серьезная, все-таки сделать спорт и объекты спортивные в пешей доступности. Особое внимание глава региона потребовало уделить развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности. Жители края должны иметь возможность тренироваться в любое удобное время. Ну, а нормы ГТО теперь можно сдать и в спортивных клубах. Такие соглашения были заключены между городским департаментом спорта и местными фитнес-клубами. Проект дает возможность выполнить нормативы, готов к труду и обороне в удобных и специализированных местах для занятий спортом. И что главное, недалеко от дома платить за доступ в клуб не нужно. Ежеквартально мы будем постоянно проводить эти акции в разных спортивных фитнес-залах коммерческих. И будем предлагать любому сочинцу, любому желающему будем через СМИ анонсировать эти мероприятия. И любой желающий сочинец, зарегистрировавшись на сайте ГТО, получив медицинскую справку, может прийти в тот или иной зал и тоже поучаствовать в сдаче норм. Мы считаем, что это очень перспективное направление. Спортзалы всем инвентарем, необходимым для сдачи нормативов, обеспечивает департамент спорта. Также сочинцы могут пользоваться оборудованием самого фитнес-центра. Сдать на таких площадках можно все дисциплины ГТО, кроме бега и плавания. Неделю назад я узнал о таком мероприятии. И, наверное, года три назад я хотел еще получить значок ГТО. И, наконец-то, у меня возникла такая возможность проявить себя, показать, на что я способен. В принципе, как раз целый год, можно сказать, готовился к этому. Стать участником осеннего фестиваля ГТО можно до 20 декабря. Весенний стартует уже в феврале. Вернулись в Сочи с медалями. Команда города под Хэквондо ВТФ с успехом выступила на первенстве Кубани. Оно проходило в Тихорецком районе. С чемпионами встретилась наша съемочная группа. С краевого первенства сочинские спортсмены вернулись всего пару дней назад и уже приступили к активным тренировкам. Вне зависимости от медалей и званий в зале все работают одинаково. Поблажек не дают даже чемпионам. Скорее, особенно чемпионам. Союз, а ходи на свою. Дальше, дальше. С первенства Кубани под Хэквондо ВТФ сочинцы привезли семь медалей. Одно золото, три серебра и столько же бронзы. Алан Гегия завоевал на турнире титул чемпиона весовой категории до 51 килограмма. Я завоевал там золото, провел один бой финальный, одержав победу техническим нокаутом. Это достаточно редко и, в принципе, это первый раз так получилось, то, что соперников не было, потому что все сменили свои весовые категории. В открытом краевом турнире под Хэквондо ВТФ участвовали более 700 спортсменов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Краснодарский край представил команды из 16 городов. Сочи на первенство выставил 13 спортсменов. Я занял второе место, у меня было пять боев, я выиграл из них четыре. Ну, я средне доволен, я хотел первое место. Я когда в клинче с ним стоял, он всегда мне попадал в голову, я не мог ничего сделать. Для спортсменов участие в турнирах это ступень к повышению спортивного мастерства, поэтому на соревнования в Тихорецкий район ездили и совсем юные тхэквондисты, которые тоже пополнили копилку нашей команды серебром и бронзой. Кто как готовился, тот так и выступил. Неплохо у нас выступили и лоры, кадеты, ну, а дети, так как это такой возраст, в котором еще они выезжают, для того, чтобы набираться опыта, показали тот результат, на который были подготовлены. В принципе, в общем, команда выступила неплохо. Ну, мы будем стараться, вот мы уже через неделю готовимся к следующим соревнованиям, то есть не то, что готовимся, а выезжаем. Это всероссийские соревнования, которые пройдут в городе Нальчик. Кстати, тхэквондо ВТФ становится все более популярным. Сегодня основным течением этого вида единоборств в Сочи занимается порядка двухсот детей. Тхэквондо ВТФ, в отличие от ИТФ и ГТФ, олимпийский вид спорта. Здесь спортсмены наносят удары преимущественно ногами, а еще тхэквондо ВТФ предполагает серьезную экипировку, которая защищает практически все тело. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществе ВКонтакте. Канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok